Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодня хочу затронуть тему о самых распространенных мифах, существующих сегодня, порожденных фитнес-бизнес-индустрией. В тренинге, в питании. А мифов этих очень много. Эти мифы забивают головы людям, людям, которые хотят получать прогресс. Из-за этого мы с вами не видим прогресса, когда прислушиваемся к нелепым мифам. Сегодня вкратце затронем все, которые темы я вспомню. Вы знаете, на все эти темы у меня есть отдельные статьи и видеоуроки. А сейчас немножечко приглушите звук, потому что пойдет заставка, а мой конвертер не позволяет мне регулировать уровень громкости на протяжении всего видео. Но, надеюсь, скоро у меня появится время освоить новый конвертер для того, чтобы снимать более качественные ролики, для того, чтобы вам было более комфортно их слушать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте быстро пробежимся по мифам о питании. И самое главное, о чем я хочу поговорить, это о холестерине. Сейчас настолько преувеличено опасность и вред холестерина, что просто маразм. На самом деле, высокий уровень холестерина лучше для здоровья, чем низкий. Не верите мне? Погуглите современные исследования. Вы в этом убедитесь сами. Нас пытаются убедить в том, что холестерин является причиной атероскористических бляшек, закупорки сосудов. Да, действительно, это происходит из-за холестерина. Но не важно, ребята, сколько у вас холестерина в организме. Мало или много, это будет происходить. А вот как раз-таки причина, по которой сосуды повреждаются, это причина не в холестерине. Это причина в том, что вы едите. А едим мы сейчас, современное общество, к сожалению, очень много быстрых углеводов, сахаров, солей. А именно кристаллики эти и повреждают сосуды. Если вы будете грамотно питаться, у вас никогда не будут проблем с сосудами. Особенно это актуально для культуристов, потому что силовой тренинг обезопасивает вас от таких проблем. Естественно, если вы придерживаетесь более-менее грамотного питания. Холестерин, ребята, полезен. Без холестерина у мужчин не вырабатываются мужские гормоны. Не забывайте, что легкие, внутренности наших легких, выстеленных холестерином. Холестерин нужен организму. Естественно, нужно себя ограничивать в потреблении жирной пищи. Особенно никогда не стоит употреблять трансжиры. Это очень-очень опасно. Организм никогда не усвоит такие жиры и всегда отложит их под кожу. Но то, что холестерин вреден, это миф. И придумали его производители хлопьев. Началось все оттуда. А сейчас современная бизнес-индустрия, связанная с продуктами, его поддерживает. Потому что это очень выгодно. Продавать хлопья, которые, кстати, несут в себе большую опасность, чем любой холестерин. Если вы будете кормить своего ребенка утром только хлопьями, да еще и с молоком. И у хлопьев высокий гликемический индекс. И инсулиновый индекс у молока высокий. Представляете, что будет? Кто не представляет, посмотрите, когда началось массовое ожирение в Америке. Как раз таки тогда, когда стали массово производить хлопья. Дешевый продукт для быдла, который не понимает, который не думает, который хавает все, что ему говорят. Поэтому я вам говорю, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был здоровый, давая ему хлопья на завтрак, это должно быть как десерт. Основное блюдо должно быть из каши и яиц. Это идеальный завтрак. Если вы пичкаете своего ребенка и сами едите хлопья, только хлопья как отдельное блюдо, вы, безграмотный человек, наносите себе колоссальный вред и своему ребенку. Особенно вредны хлопья, на которых написано фитнес. Да, как бы не смешно это звучало, так и есть. Потому что такие хлопья еще более калорийные. Они подразумевают то, что вы ведете активный спортивный образ жизни, и вам нужны еще больше калорий. Понимаете, да? Следующее, о чем я хочу вас предостеречь, это о том, что яйца нужно есть целиком. Да, не выбрасывайте желток. Желток гораздо полезнее белка. Почему говорят, что вреден холестерин и вреден яичный желток? В первую очередь он вреден, и действительно это так, для тех, кто постоянно сидит на фармакологии. Кто использует андрогенно-новолические стероиды для того, чтобы наращивать свои мышцы. Или не важно для чего. Вот для таких людей действительно излишек холестерина вреден. Мы с вами, простые люди, которые тренируются натурально, можем спокойно, повторяюсь, спокойно в сутки съедать 4-6 цельных яиц. И нам с вами от этого будет только польза. Потому что сейчас очень сложно набрать необходимое количество полезного белка. В основном вся наша пища это быстрые углеводы и жиры. Яйца это супер источник витаминов В, селена. Можете загнуть, посмотреть, что содержат в себе яйца. Яйца это супер продукт, который никоим образом не навредит вам. Сколько бы вы их не ели в сутки, повторяю. У меня был момент, когда я перед соревнованиями своими первыми 2 месяца ел 20 яиц в сутки. Ничего со мной не было. Только произошли положительные изменения. Почему? Потому что именно только яйцо содержит как раз таки кислоту, которая понижает плохой уровень холестерина в крови. Изучите это более подробно, кому интересно. Следующий миф. Для тех, кто хочет похудеть, нужно есть творог на ночь. Во-первых, за 1,5-2 часа до сна вообще лучше ничего не есть. В крайних случаях можно съесть кусочек постной говядины или куриную грудку минут за 40 до сна. Но лучше ограничиться не есть до сна 1,5 часа. Это гарантированно будет выбрасывать в кровь после засыпания большой уровень гормона роста, который, повторяюсь, будет пережигать жиры, будет растить мышцы. Почему нельзя есть творог на ночь и вообще вечером? Я не советую есть творог в последний прием пищи. Ешьте его утром, ешьте его сразу после тренировки или днем, но только не вечером. Творог, это как и любая молочка, кроме кисломолочки, содержит лактозу. Лактоза это молочный сахар. И поэтому творог имеет высокий цулиновый индекс. И я его вам не рекомендую, если вы хотите грамотно худеть, если вы хотите, чтобы ваши мышцы, мышечные клетки были чувствительны к инсулину, а жировые нет. Вот творог, молочка как раз таки меняет это. Именно поэтому я не рекомендую есть творог вечером. И не рекомендую есть за 1,5 часа до сна. Это очень важно. Калории. Да, действительно, если мы будем потреблять меньше калорий, мы будем худеть. Если мы будем потреблять больше калорий, мы будем набирать. Но, ребята, такая теория, и многие говорят, что вообще тогда не важно, что мы кушаем. Это неправда. Очень важно знать, что мы кушаем, для чего мы кушаем. Именно потому, что инсулиновый индекс, инсулин сам будет регулировать, набираете вы мышцы или набираете вы жир. Вот в чем важность и что нужно понимать. И не стоит думать, что все так просто. Считать БЖУ, калории, и вы будете худеть. Все немножечко сложнее. Но не так сложно. Прочтите мою статью инсулины, вам станет понятно. Также есть отличная статья похудения от А до Я. Все эти статьи я дам вам в описании к этому ролику. Обязательно, обязательно их посмотрите. И напоследок поговорим о аминокислотах BCA. Сейчас очень модно говорить, что это неработающие аминокислоты. Что вам не нужно тратить деньги свои на покупку данного продукта. Лично я категорически с этим не согласен. Почему? Потому что говорить о том, что вот я месяц отказался от аминокислот BCA, ничего не произошло. Вот я доказал, что они не работают. Это тупость. Ребята, сейчас эти аминокислоты используются ведущими диетологами мира для лечения анорексии. И после того, как в данной проблеме стали использовать аминокислоты BCA, смертность от анорексии резко снизилась. То, что BCA, по-русски BCA, защищают ваши мышцы, это научно доказано. И кто бы что ни говорил, неважно, BCA работают. Другое дело, что BCA это не стероид. И люди, применяющие стероиды, не всегда видят на себе результат. Поэтому, если вы ждете от BCA или какой-либо другой добавки, не забывайте это именно добавка, какого-то суперэффекта, что вы сразу станете дорианным ядцем, то, естественно, даже не тратьте деньги. Но то, что BCA не работают, совершенно безграмотно говорить. BCA это отличная добавка, которую я принимаю и настоятельно рекомендую принимать тем, кто худеет, кто хочет сохранять свои мышцы при похудении. Потому что при похудении очень важно не терять мышечную массу. Потому что чем больше мышц, тем меньше жира. Чем больше жира, тем меньше мышц. Такая пропорция. Понимаете? BCA работает. Увидимся, друзья, в тренажерном зале. Надеюсь, данное видео было полезно для вас. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok